Коллеги, добрый день. Скажите, нас слышно, видно? Да, здравствуйте. Реакциями в чат будет понятно, огонечками, скорее всего, наверное, да. И мы будем начинать, как только увидим активность. Так вот, да, активность пошла, есть. Кто-то уже здесь. Итак, здравствуйте. Сегодня я... Добрый день. Да, меня зовут Андрей Чистиков и мой коллега Матвеев Евгений. Мы поговорим с вами на достаточно интересную тему относительно документации, которая есть и сопровождает наши программные продукты, а именно ВМС, наверное, сегодня больше будет касаться. Да, акселот ВМС-X5. Да. Давайте для тех, кто сегодня с нами впервые или кто мало знает про нашу компанию, я немножечко напомню по, соответственно, тому мероприятию, как оно будет сегодня проходить. Вот. Давайте покажем, наверное, Евгений сейчас слайдик с таймингами. Да. В общем, вступительная часть, такая небольшая преамбула от меня будет где-то, наверное, минут на пять. Мы поговорим, то есть о теме сегодняшнего вебинара, постараемся, так сказать, подойти вплотную к основной части, которую Евгений осветит и расскажет про, соответственно, то, что у нас есть сегодня на повестке. И в конце мы подведем кратенько итоги по сегодняшнему вебинару и постараемся поотвечать на ваши вопросы. Итак, я думаю, давайте, наверное, начинать. Немножечко, прям буквально пару слов про компанию и про общую повестку сегодня, про что мы будем говорить, как я уже сказал, про документацию, которая сопровождает наш программный продукт Axelot WMS. Мы на рынке уже более 26 лет реализовали достаточно много проектов и за это время наработали колоссальный опыт именно в разработке программных продуктов, в усовершенствовании WMS и разработке, соответственно, документации, которая должна сопровождать этот программный продукт. У нас, ну, как я и сказал, уже очень большая база знаний по продуктам, что дает нашим клиентам четкую уверенность и ощущение, можно сказать, наверное, безопасности работы с нашим продуктом, потому что когда у клиента есть четкие инструкции и методологии, в которых написан функционал программы, очень плотно описан и заложены некие сценарии развития и описаны, как их можно развивать. Это дает еще и возможность клиенту самостоятельно ориентироваться в программе на более таком глубоком и продвинутом уровне. И в дальнейшем как-то ее развивать. В основном, с чем сталкивается заказчик при внедрении в WMS? У большинства вендоров вся документация сводится к элементарным руководствам пользователя, которые выглядят как некая инженерная записка или простое типовое описание функционала системы. По факту это обычная инструкция по эксплуатации. А наши решения, наоборот, они, как я и говорил, имеют уже достаточно большой методический материал. И это уже не просто пользовательская документация, а некая такая дорожная карта, можно сказать, наверное, по развитию. И один из таких документов – это сценарио, в котором описаны уже такие некие инструкции, наверное, и сценарий, по которым может идти развитие продукта и в каком направлении, соответственно, оно может осуществляться. И такого документа аналогичного нет ни у одной компании на рынке сегодня, которая предлагает решение в WMS. И сегодня как раз мы хотим поговорить и осветить, наверное, этот документ, что он из себя представляет, как он помогает и для чего он нужен. И здесь, наверное, Евгений, я передаю слово тебе. Да? Давайте тогда перейдем дальше. Итак, перед тем, как мы с вами поговорим именно про документацию сценарий, по которому, собственно говоря, сегодня с вами и собрались, хотелось бы рассказать, какая еще есть пользовательская документация, которую могут пользоваться как ваши сотрудники, также ваш отдел разработки для продвижения вашей системы, ну и улучшения ее развития и так далее. Ну, точно так же, как и вы, можете зайти на наш сайт, скачать ее и познакомиться с ней поподробнее. Первый документ – это документ install, то есть это документ, в котором написано, как необходимо установить систему. Рассказывается о том, как ставится сама WMS, как ставится к ней мобильный клиент. Точно так же рассказывается про какое-то дополнительное программное обеспечение, например, для работы принтеров. Это программное обеспечение eGate или же принт-сервер. Следующий документ, о котором тоже хотелось бы упомянуть, это Андрей его уже упоминал ранее, это документ, у нас он называется user, то есть это обычная пользовательская документация. Что это такое? Не знаю, красивое слово будет или нет, но почти у всех разработчиков какого-то программного продукта есть вот такой большой талмуд, где описано, по сути, все. Различные регистры, справочники, что в них есть, различные реквизиты и так далее. Соответственно, да, у нас тоже есть такой документ, который просто описывает систему, но он не говорит о том, как она работает, как необходимо настроить систему или как она может взаимодействовать друг с дружкой. Но полное описание системы, да, оно тоже имеется. Точно так же есть еще документ, который называется exchange. Это документ, который предназначен для обработки интеграции. То есть здесь, в этом документе рассказываем типовой протокол обмена между системой класса ВМС и какой-то корпоративной системой. Возможны вариации загрузки различных справочников, документов и так далее. Соответственно, если вдруг появляется какая-то необходимость по, например, выгрузке из корпоративной системы ВМС какого-то нового справочника, в случае, если он какой-то типовой, обычный, который есть в любой корпоративной системе, например, какие-нибудь договоры или виды договоров, то в документе exchange уже описано, как это работает. Ну и последний документ, это, собственно говоря, про него мы сегодня посвятим все оставшееся время. Это документ сценарио. Что это за документ и чем он отличается от документа user, который мы обсуждали чуть раньше? Документ сценарио – это документ, в котором рассказывается не только о том, что из себя представляет система, но также как система настраивается, какой-то такой небольшой руководитель по системе, какие справочники между собой связаны, последовательность действий при настройке и так далее. По сути, мы можем сказать, что документ сценарио является таким участником команды, причем он может быть как участником проектной команды с вашей стороны, то есть подсказывать о том, как работать, например, администратору ВМС для того, чтобы повысить его квалификацию, очень часто бывает то, что появился новый администратор на складе, его нужно как-то быстро обучить, там, на скорую руку, соответственно, документ сценарио позволяет провести такое поверхностное обучение о том, что из себя система представляет, что она может и последовательность действий при ее настройке, как я уже говорил ранее. Точно так же при помощи документа сценарио можно взять какие-то примеры оттуда для дальнейшего развития вашего склада. Ну, например, наверное, самый простой пример – это изменение каких-то бизнес-процессов. Например, ранее у вас была какая-то классическая приемка, то есть пришел товар, в палетах вы его отсканировали, приняли и поставили на склад. Что делать, если приходит машина, в которой палет нет, просто все забито коробками. Здесь тоже есть такой функционал ВМС, называется приемка с раскладыванием, как она работает, для чего она нужна. В документе сценарио-то тоже написано. Точно так же этот документ позволяет повысить глубину автоматизации вашего склада. Ну, то есть что это такое? Простыми словами, если мы рассматриваем систему класса ВМС, это система должна контролировать товародвижение, начиная от входа до выхода со склада, ну, с учетом каких-то внутренних операций. Но бывают какие-то дополнительные операции, которые немного даже к системе не относятся. Ну, какие-то классические дополнительные операции, типа упаковка, консолидация, да, они к товару относятся, но есть, например, уборка склада, когда сотрудник тоже чем-то занят, это нужно фиксировать, ну, и в дальнейшем, например, как-то его выработку считать. Вот, поэтому в документе сценарио есть примеры того, как можно увеличить глубину вашей автоматизации, но при этом эти шаги будут у вас последовательными, то есть система появилась, мы поняли, как она работает, поработали к ней какое-то время, и со временем при помощи этого документа понимаем, как можно еще развивать не только склад, но еще и бизнес в своей компании. Поговорим немножечко о структуре документа, что вообще этот документ о себе представляет. Если мы рассматриваем с вами стандартную задачу, с которой мы очень часто встречаемся, это есть склад, и нам говорят, мы хотим автоматизировать. Замечательно. А с чего начать? Потому что подходов может быть очень много, но хотелось бы все-таки какую-то понятную и прозрачную последовательность действий, потому что можно найти, подойти там со схемы склада, с товародвижения, с правил учета товара. Можно даже начать с пользователей. Но что первое нужно сделать? Вопрос на самом деле довольно обширный, но итог у нас один. То есть мы должны полностью весь склад внести в ВМС. Поэтому, по сути, у нас получается такая большая задача. Как вы можете видеть, мы ее отобразили в виде слона, но, как известно, слона нужно есть по кусочкам. Поэтому при помощи документа сценария мы можем понять, какой кейс или какой модуль мы должны для начала настроить, чтобы в дальнейшем мы уже понимали, к чему мы не возвращаемся, либо какой функционал нам еще, например, придется как-то развивать. Склад. Самый простой пример. Если мы с вами начинаем настраивать схему, прошу прощения, схему, а склад, нам понадобится схема склада. В ближайшие 10 лет она у нас с вами условно не поменяется. Мы ее нарисовали, все, нам этого достаточно. Но, например, для того, чтобы у нас с вами были различные возможности у сотрудников по работе с ВМС, это может быть колдовщик, сборщик, водитель рич-трака, у него должны быть какие-то свои доступы к этому, к работе системы, ну и, соответственно, к каким-то задачам. Именно поэтому в документе сценария рассказывается какой-то минимум, который необходим для того, чтобы автоматизировать склад, но при этом оно, как я уже сказал, последовательное, так, чтобы мы понимали, что из себя этот модуль представляет. При этом пример, который приводится у нас в этом документе, это не какой-то пример, взятый из головы, это стандартные склады, которые мы, наверное, в 90% случаев встречаем в своей практике. Соответственно, мы немножечко там какие-то процессы упростили и вот в доступном печатном виде предоставляем информацию о том, как система работает практически с любым складом. Помимо какого-то сквозного процесса, как я уже говорил, от входа до выхода, есть и дополнительные операции. Самые часто встречающиеся уже есть в системе, причем они описаны, опять же, не с точки зрения того, что это такое. Ну, как очень часто бывает, например, вот есть биллинг, ну или ответственное хранение. Оно есть? Ну, замечательно. Хочу, что оно есть. В документе сценарио взят конкретный кейс, как это необходимо настроить и как это работает. И, соответственно, вы в дальнейшем, также и для развития вашей системы уже после какого-то запуска в промоэксплуатацию, либо в дальнейшем уже, когда у вас появляется необходимость у бизнеса, вы понимаете то, что нам условно нужен биллинг. При помощи какого-нибудь тестового контура или там своими силами на продуктивной базе вы включаете дополнительный модуль без каких-то дополнительных модификаций. Просто там, грубо говоря, включили галочку и посмотрели и настроили, как это работает. И в дальнейшем взяли свою тарифную сетку и применили ее для биллинга, который вы уже настроили. Помимо каких-то стандартных кейсов, есть точно так же, прошу прощения, помимо биллинга, есть еще и дополнительные кейсы, которые точно так же рассказываются с конкретными, очень часто встречающимися примерами. Это мерный товар, это комплектация, например, каких-нибудь подарочных наборов. Точно так же есть конкретные примеры о том, как можно еще модифицировать систему, не совсем, наверное, модифицировать, а какой есть дополнительный функционал и особенности в ВМС, которые, возможно, вы где-то слышали, но не знаете, как его использовать. Очень часто это является, например, расчет расстояний, когда необходимо уменьшать холостой пробег между ячейками для какого-то оборудования, чтобы он у нас не пустым ездил по складу, а выполнял каждый раз какую-то задачу. Именно поэтому в документе сценарио точно так же есть конкретные примеры для работы со структурными штрих-кодами, расчетами расстояний, ну и объединением задач. Все, что мы сейчас с вами обсуждали, это, по сути, то, что есть в документе. То есть вот вы можете зайти на наш сайт, скачать этот документ прямо сейчас и посмотреть все, что я вам сейчас рассказываю. Но когда есть вот этот методический материал, это одно. Надо понимать, как его еще можно применить уже на вашем складе. Вообще документ-сценарио мы можем использовать, например, для, ну, опять же, как помощник, который будет подсказывать о том, какую последовательность действий нужно сделать в случае того, в случае каких-то событий у нас на складе. Например, это какое-то увеличение складской площади. Вот у нас с вами есть склад, мы уже работаем в нем, и, например, там, через год у нас с вами появился мезоним. Что нам нужно будет сделать? Например, самое очень простое, это как минимум необходимо будет нарисовать этот мезоним на складе. Как это делать? Описано в документе сценариум. В принципе, он с этого почти и начинается. И таким образом вы изменяете вашу схему согласно каким-то дополнительным зонам, там, мезонину, каким-то пристройкам, или же если у вас просто произошло какое-то там расширение территории, например, на прилегающую территорию, то, что находится около склада, которое тоже нужно будет учитывать. Точно так же сценариум может помочь при переезде на какой-то новый склад в случае, там, тиражирования, потому что помимо схемы склада может измениться еще и товародвижение, помимо товародвижения может измениться еще и учет и так далее. Как все это делать? В сценарию точно так же описано, с конкретными примерами. Единственное, что вам необходимо будет понимать, что сценарию – это не значит, что ваши бизнес-процессы будут точно такими же. Их нужно будет все-таки использовать под ваш склад. Также документ сценарию позволяет вам развивать ваши технологии сборки. Самый частый пример – это один заказ, один сборщик. Мы взяли нашего кладовщика или там какого-нибудь бегунка, дали ему документ, точнее, не бумажку, а все-таки терминал. Он пошел, все собрал и принес на ворота. Он молодец, он все сделал. Но в теории мы же можем его работу как-то улучшить и сделать ее более и удобной, и прибыльной, и оптимизированной. Самый простой пример – это использовать, например, использовать какие-то другие технологии сборки. Рассмотрим для начала групповой отбор. Что мы с вами поимеем, если уйдем от позаказной сборки к групповой? Ну, во-первых, у нас сотрудник будет по складу проходить один раз и собирать все на одну палету. И в дальнейшем просто сортировать это все в каком-то отдельном месте. С одной стороны, у нас с вами пробег по складу уменьшается, с другой стороны появляется сортировка. Здесь вопрос в том, что вам необходимо использовать на вашем складе. Если сортировкой один раз пройтись по складу это удобно, то в сценарии это уже написано, можете самостоятельно это настроить в вашей системе и, ну, как минимум, хотя бы попробовать это выполнить. В случае, если, например, групповая сборка с последующей сортировкой вам не подошла, то можно использовать, например, кластерный отбор. Это уже, по сути, сборка с одновременной сортировкой. Есть, конечно, свои ограничения, ну, не с точки зрения системы, а с точки зрения самого процесса. Потому что, например, если у нас идет позаказная сборка, то это все кладется на палету. Если это идет какой-то групповой отбор, то это тоже все кладется на палету. Для кластерной сборки сотрудник должен взять несколько тар для того, чтобы на них собирать. Не у всех есть рохли на 4 палеты. Поэтому, как правило, используются какие-то маленькие коробочки либо какие-то пакеты, в которые идет сборка. Соответственно, если тара меньше, значит, и заказы должны быть меньше. Опять же, в зависимости от того, подойдет ли вам такой сценарий для работы на вашем складе. Если вы понимаете, что, а почему бы не попробовать, то в документе сценарио можете на какой у нас, на 460-й странице это написано, проверить у себя, как это работает, протестировать. И если вас этот функционал удовлетворяет, можете самостоятельно это просто донастроить уже в вашей продуктивной базе без каких-либо доработок. Точно так же, возможно, настройка какого-то штабилирования. Например, при каких-то производственных складах либо на складах, где есть какой-то товар, у которого нет каких-то дополнительных критериев на хранение. Ну, условно, доски, наверное, плохой пример, они все-таки размокают, а вот кирпичи тоже нежелательно. Например, какой-то металл, который может храниться долго, либо какой-то пластик, который мы можем поставить на улицу, штабилировать его, или там в помещении точно так же все это выполнять. И при этом настройки этого штабилирования точно так же и подмена палет точно так же уже расписаны подробно, не только с учетом того, как это работает или чего это нужно, но прям вот, грубо говоря, открой систему, найди вот эту галочку, поставь ее, потом включи вот эту галочку, сделай очередь задачи, проверь. Если мне не изменять память, точно так же есть еще и примеры на терминалах. То есть помимо того, что вы будете видеть, что нужно нажать в системе, вы будете точно так же видеть еще и как это работает на самом терминале. В случае изменения каких-то бизнес-процессов на складе, ну, самый простой пример это корректировка документов. Когда у вас ранее просто приходила корректировка извне, например, из какой-то корпоративной системы или из какого-нибудь портала, который у вас есть, куда ваши клиенты отправляют заказы, очень часто бывают корректировки со стороны покупателя. И мы же все-таки должны понимать, какие затраты ушли на сборку заказа, и нужно понять, а почему он отменился. Может быть, там, у нас нет товара, либо мы физически не можем его собрать, потому что очень большая нагрузка. или же, например, корректировка из-за того, что мы получили это от клиента, потому что он там отказался от товара, либо он там решил это разбить как-то на две доставки и так далее. И вот этот функционал по причине корректировки точно так же есть, но это является не только такой, типа, указали причину и хорошо. Вот. Зачем мы ее указали? Ну, как минимум для того, чтобы в дальнейшем система могла по-разному на это реагировать. То есть подключается наша событийная модель, которая точно так же в системе отписана в разделе подписок на события. Например, если у нас это была корректировка из ВМС, то есть какой-то оператор скорректировал, то там необходимо выполнить условную инвентаризацию и проверить, что произошло, почему не собрали. Или если это была корректировка извне, то нам, например, необходимо этот товар отложить в какую-то отдельную зону и пусть он там условно сутки постоит, может быть, мы его следующему клиенту отгрузим, чтобы быстрее все это сделать и так далее. Вариантов может быть очень много. При помощи событийной модели, поскольку она очень гибкая, можно попробовать различные способы. Все, что можно сделать, какой-то основной костяк мануале, точно так же все указано и прописано. Ну и, наверное, самая любимая или нелюбимая тема – это работа с маркированным товаром. Помимо того, что в системе есть уже встроенный функционал по работе с честным знаком, помимо честного есть точно так же ЕГАИС и какие-то другие серийные номера, которые не имеют общего стандарта. В документе сценария уже описано, как с ним работать, с конкретными примерами. Причем, если я правильно помню, есть как и прямой, так и обратный акцент. Почему это может быть интересно в случае, если у вас нет товара, который сейчас перечислен на слайде? Потому что честный знак развивается и под него все больше попадает различные продукции. Сегодня, может, ваш товар не учитывается по кизам, акцизам или каким-то другим серийным номерам. Через года три эта надобность появилась. Что делать? Открыть сценарием, посмотреть, как это работает, проверить у себя, настроить, радоваться жизни. Да, ну и, собственно говоря, решение кейсов по работе с серийными номерами, оно идет немножко отдельно, потому что подключаются дополнительные модули, какие-то свои дополнительные требования по работе с этим функционалом. Поэтому он вынесен в отдельный кейс, который следует после основного, но, в принципе, вам никто не запрещает взять его и прям с него начать настройку. Будут небольшие сложности со схемой склада и с ролевой моделью, но, если они появляются, возвращайтесь к общему кейсу. Ну, и хотелось бы подвести небольшие выводы по сегодняшнему вебинару. В основном хотелось бы сказать то, что зрелость любого программного продукта определяется все-таки не только возможностями системы, потому что можно сделать все, что угодно, но как это работает и как с этим обращаться не всегда понятно. Поэтому наша компания, как подчеркнул Андрей, это единственная компания, которая предоставляет документ, который позволяет не только самому поддерживать систему, но и развивать ее. А если использовать не только документ-сценарий, про который мы сегодня говорили, но и всю проектную документацию, это install, exchange, сценарио и user, который я перечислял в начале, можно покрыть, по сути, всю первую линию поддержки и самостоятельно подготовить какой-то учебный центр компетенции в вашем складе и по сути покрывать, наверное, 90% каких-то проблем. В случае, если что-то идет не так, то что-то не подходит в эти критерии, то у нас есть замечательный отдел сопровождения, в который вы можете точно так же обращаться, подробности можете уточнить у вашего проектного менеджера. Ну, по выводам что-нибудь добавишь? Ну, здесь нет, в принципе, основную часть, наверное, ты сказал, действительно, то, что вместе с этим документом, да, сценарио клиенты, наши партнеры получают некие идеи, да, развития, которые, может быть, они захотят реализовать у себя на складе и при этом они будут достаточно подробны и правильно описаны, так сказать, нормальным человеческим языком, который можно будет перевести на обычный, да, и реализовать, даже несмотря на то, что там специалисты, например, не будут являться каким-нибудь уровнем экстра класса, это, еще раз там, подчеркну, отличает нас от других игроков на рынке, и правильно, да, Евгений абсолютно сказал, что при наличии всего комплекса документов, да, наши партнеры, которые выбирают нас в качестве вендора, имеют возможность закрывать большинство задач первой линии своими силами, тем самым увеличивая скорость быстродействия, да, и реакции на какие-то изменения, вот, и там внесение каких-то корректировок в свою деятельность, что в свою очередь позитивно влияет уже на дальнейшую цепочку эффективности там складской логистики и рентабельности бизнеса в целом, в принципе, поэтому здесь, наверное, все по основной части, можем переходить к вашим вопросам, которые у нас будут в чате, да? Спасибо.